Мне пришла идея создать салон красоты на квартире. Но я интуитивно почувствовала, ну что-то будет. И в итоге какой был результат? Три дня был депресняк, я не знала. Я просто не знала, что это все этим закончится. Я не заморачивалась на самом деле. Чем легче, чем проще, тем сразу же делаю, делаю. Вообще не было бы то, что надо создать какой-то курс. Я сейчас тебе дам план, как вырасти в сто раз. У нас сегодня в студии резидент Мадина. И Мадина делает онлайн-школу. В сфере красоты. В сфере красоты. Это маникюр. Маникюр, педикюр. С выездом на дом в офис. Как зарабатывать 200 тысяч рублей на маникюр, педикюр. На макияже, перечески, на свадьбы, на праздники, на фотосессии. Как этот бизнес красоты организовать у себя на дому. Или оказывать услуги с выездом на дому клиентам. Какой результат был до кслеератора и когда пришла к кслеератору? Ну и какой сейчас результат? Когда я только начинала, я начинала просто вела этот бизнес любительски. Особо не заморачивалась. Когда будет желание, тогда я и вела курсы. В этом году, летом, захотела этим бизнесом заняться уже плотно. А ты до этого преподавала в онлайне, да? В онлайн. Сама вела что, какие-то вебинары, да, или по скайпу? Да, вебинары. Ну, помогала девчонкам, те, которые хотели зарабатывать в сфере красоты. Я им продавала свои онлайн-курсы, помогала, советы давала. Ну, потом, в этом году появилось желание масштабироваться, продавать онлайн-курсы за границей, в Америке, в Европе. Расти захотелось очень успехов, захотелось быть известной. Смотрю на вас, и мне тоже захотелось добиваться успехов, расти вместе с вами. И в итоге, там, какой был результат, когда вот, ну, просто там вот преподавали, и какой стал результат после акселератора? Было 100-150 тысяч рублей в месяц. Ну, для меня было это нормально. На трафике это уже было сплатно рекламное? В основном я продвигалась в Инстаграме. В Инстаграм, вот, в соцсети. А сейчас уже в акселераторе полгода, за полгода я уже зарабатываю от 370 тысяч рублей. То есть уже я удвоила свой заработок. А сейчас идет продажа через что? Через вебинары? Холодный трафик получился в итоге? Сейчас я вышла в Ютуб, сейчас в Ютубе веду онлайн-курсы, там зарабатываю. В Яндекс.Директ даю рекламу, в Инстаграме, в соцсетях, в Фейсбук. Нашла этих блогеров в Инстаграме, в Ютубе, вот, на процентах с ними договорилась сотрудничать, чтобы они мне помогали продавать онлайн-курсы, а 50% вот им, 50% мне. Ну, как партнеры, да? Как партнеры, да. А как выглядит воронка? Это вебинарная воронка, автовебинарная воронка? Когда я только начинала, я преподавала вживую. Просто выходила на связь, преподавала, давала советы, консультации своим девочкам. Сейчас уже у меня настроен только автовебинар. Я сейчас вышла на американский рынок, на европейский рынок, нашла такие хорошие сайты международные. Потихоньку там уже начала продвигать свои онлайн-курсы. Платная реклама-то в итоге ты запустила? Платная реклама. Таргетированную или контекстную? В Яндекс.Директе размещаю рекламу. А, в Яндекс.Директ, да. Сейчас, если честно, в Яндекс.Директ там хороший трафик, очень много людей желающих. Наверное, я просто только-только выхожу, приходится у них завоевывать доверие. И я сейчас решила на Яндекс.Директ не заморачиваться, не тратить своих денег, а просто в основном решила в Ютубе, в Инстаграме. Есть там доход, да, сейчас 370, да? 370. А сколько денег потрачено на трафик? Честно говоря, предел, ну, примерно 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей в месяц тратится на трафик? Да, приходится. То есть это очень хороший показатель. А сколько команды человек? 7 человек. 7 человек сейчас. А кто в формате? Маркетолог, продавец, ассистент, помощница моя, программист. Ну, они, как вам сказать, мы прям плотно вот так каждый день работаем, они мои помощники. Мне надо здесь есть помочь, здесь есть поправить, они сразу же приходят. И помогают. Этот бизнес дает свободу. То есть не каждый день тусоваться своим бизнесом, заморачиваться, а вот так вот, когда надо все организовать, сделать и дальше идти продвигать свои онлайн-курсы. Окей, а как пришла идея вообще этим заниматься? Я начинала в 2012 году, создала салон красоты. Ну, у меня тогда особо не было денег, чтобы снять коммерческую недвижимость. Тогда было очень дорого. Мне пришла идея создать салон красоты на квартире. Сняла квартиру на втором этаже. Мы это все организовали под салон красоты. Если честно, дела шли очень хорошо. Это было перед Новым годом. Вот дали рекламу, соседи, всем было интересно. А это где было? Это в Москве. Все хорошо продвигалось, и тут хозяйка была. Она прям вместе с нами рядом жила. Ну, я почувствовала, что она так немножко злится, как-то себя странно ведет. Ну, я интуитивно почувствовала, ну, что-то будет. Я взяла эти конфеты, купила шоколадки и пришла к ней, постучалась. Вот, здравствуйте. Мы ваши соседи занимаемся салоном красоты. Вот мы хотим подарок подарить и предложение. Мы хотим вам бесплатный маникюр, педикюр делать. Подмазать решили. Да, пригласили ее даже в гости, вот, попить чай. Сказала, что она ничего не хочет, и ей это все неудобно, в общем, дискомфортно это все. В итоге получилось так, что она пожаловалась участковому. А, все-таки пожаловала. Да. Потом участковую, конечно, всех нас забрали. Пришлось там объяснительные писать, что мы больше, ну, не будем на квартире это все создавать, потому что нужны были, оказывается, документы, разрешения соседей. Хотя многие соседи были очень даже довольны за, потому что жили молодые мамы с детьми. В какой момент возникла идея того, что можно делиться этим опытом и обучать других? Когда уже нас всех закрыли, пошли звонки все равно. Я просто заплатила за рекламу за месяц, сайт остался. А мебель в шоу все продала, квартиру тоже сдала хозяевам. У меня был кредит, на этот бизнес я взяла кредит 5 миллионов рублей. Три дня была депрессняк, я не знала, я просто не знала, что это все этим закончится. Конечно, когда бизнес только начинаешь, такие мечты, такие амбиции, вот. Ну, ничего, три дня там погрустила. Смотрю, звонки идут, идут, идут. Девушка позвонила. Говорит, ой, вы знаете, я вас про вас слышала, вы салон красоты, я как раз живу в соседнем подъезде. Помогите, пожалуйста. У меня ребенок сейчас уснул, у меня как раз есть полчаса, чтобы маникюр сделать. Ну, я как-то не стала, и говорят, что у нас салон красоты закрыли. Я ей сразу предложила, а давайте вот наши мастеры красоты к вам приедут, к вам придут домой и сделают вам красоту дома. И на районе сразу же нашла мастера красоты, вот. И мы с ней договорились сотрудничать на процентах. Меня просто спасло в том, что заказов было очень много на праздники, вот, накопила денег. И вот создала выездной салон красоты, богини красоты. Начала развивать этот бизнес, научилась вести маркетинг, сама отвечала на звонки. Потом помощницы появились, и получается очень много опыта. И потом подумала продавать все эти свои знания, потому что очень многие знакомые начали спрашивать. Маникюр, педикюр на выезд, с выездом на дом в офис это очень удобно. Не надо открывать помещение, нанимать сотрудников, покупать краски, косметики. Для девушек, которых там с бюджетом не очень, вот как раз вот очень легкие бизнесы. Ну да, супер. По сути, вот, ну, продавать ты начала через вебинары, ты уже где-то училась или как-то интуитивно ты стала делать? В основном через YouTube я преподавала. Ну, у меня тогда вообще не было опыта, что надо создать какой-то курс. Я вела онлайн-курсы как консультации. Я сперва записала все свои опыты, как это все организовать. Я еще тогда не давала там людям домашние задания. Я просто продавала свои знания, опыт. А сейчас-то ты сделала курс автоматизированный или ты продолжаешь вживую вести? Я уже это все записала. Вот как раз пришла к вам, акселератор. Меня там научили это все организовать, автоматизировать. Каждый раз это все вести вживую. Это, ну, неудобно. Сколько сейчас средний чек? Сколько стоит программа обучения? У меня есть три цены на мои онлайн-курсы. 5 700, 10 700 и 15 700. Все-таки небольшие, да? Да. Я не стала завышать цены на свои онлайн-курсы, потому что мои основные клиенты – это женщины, мамы в декрете, девушки, студенты, которые хотят подзаработать. А сколько длится курс? На курсе 9 вебинаров. Это сколько недель? В принципе, это все готово, записано. То есть человек может в любое время, когда ему удобно, пройти онлайн-курсы и уже реализовывать свой бизнес в сфере красоты. То есть вы не ограничиваете его по количеству времени, и вы никак не позиционируете курс, сколько это времени, да? Да. Решила продавать онлайн-курсы, создавать свои онлайн-курсы максимально удобно для людей. Домашние задания тоже делают такие легкие. Еще вебинары я провожу максимум по 10 минут. Мне хотелось, чтобы люди это все легко прошли, легко поняли и создавали. Я еще с ними встречаюсь, со своими учениками в скайпе. Я с ними общаюсь, вот я их слушаю. А ты учишь там именно самой профессии, то есть как маникюр правильно делать? Я учу сам бизнес. А, именно про клиентов, да? Да. Как организовать салон красоты только с выездом на дому. А если девушка не умеет там ничего делать, там никакие процедуры, если она не профессионал, то... Вообще... Этому ты не учишь, да? Да. Ты учишь, как привлекать клиентов, да, там... Маркетинг. Да, маркетинг, сам бизнес. Это больше маркетинговая часть, да? Да. Я сейчас тебе дам план, как вырасти в 100 раз. Да? Давайте. Я только за. Слушайте, ну, эта ниша очень классная, потому что она действительно довольно простая для воплощения. Сколько женщин, которые хотят так зарабатывать, насколько просто начать так зарабатывать, на самом деле, да? Насколько востребованы такие услуги. Надо исключать платного трафика, ну, еще больше. И не только директ, но и фейсбук надо пробовать, и инстаграм пробовать, ну, с точки зрения платной рекламы. Не только блогеры. То есть, блогеры — это хорошо. По сути, работа с блогерами в таком партнерстве, можно сказать, что это бесплатный трафик. Получается, да. Много у ребят таких сомнений, что вот, там, я там начал делать онлайн-школу, у меня там, например, да, сразу трафик не пошло, я не могу продолжать. Вот, пожалуйста, да, способ, то есть, с блогерами запартнериться, блогеру 50% с продажи, и платить ничего первоначально за трафик не надо. Правильно же? Создавала онлайн-школу, ты тоже без каких-то особых затрат. Правильно я понимаю? Да. Откуда все-таки пришли первые клиенты? Откуда пришли? Вот как раз мои подружки, знакомые. А, просто подружки, знакомые. А потом, ну, хорошо, а вторые, третьи, как там, уже волны клиентов? Вторые, третьи уже через YouTube на сайте. На сайте у меня там, я прям, я не заморачивалась на самом деле, мы же продвигали услуги красоты. Баннер разместила на своем же сайте, что есть онлайн-курсы создать бизнес в сфере красоты. И вот через этот баннер, через же мой сайт, потом приходили клиенты. И еще плюс, у меня же еще там, сколько уже раскрученный, Instagram есть, то же самое, Facebook, соцсети. Какие у тебя цели, планы дальше? Сейчас вышла на международный рынок, в Америке нашла такие хорошие сайты. Вот, жду оттуда клиентов. Сейчас процесс пошел. Ты решила на другие страны, да? Да. Я еще выход нашла в Европе, по-моему, еще в Китае. Но в Китае, конечно, надо... А кто делю курсы переводит? Я, если честно, не стала заморачиваться. Я в Америке начала продавать онлайн-курсы, прям на русском языке. Но там есть вот это вот, как там... А, субтитры. Субтитры на английском. Чем легче, чем проще, тем сразу же делаю, делаю, делаю. И что ты, что ты продала? Вот сейчас как раз только разместила объявление. Вот сейчас теперь вот жду, как пойдет процесс. А, то есть еще пока продаж нету, да? Да, сейчас это вот только начало. То есть ты конкретно модель БЧЖ используешь только так? Да, я такой человек сперва сделать, потом уже думать. Я всегда так делаю. Это предпринимательское качество, конечно, самое крутое. Спасибо большое. Как тебе сообщество акселератора? Супер, гениальные ребята. Мне очень нравится вообще. Смотрю на них, восхищаюсь. Они все такие прикольные, смешные. Вот общаемся с друг другом, делимся советами. И мы далеко не надо ходить. Там же мы там находим друг друга. Я там, допустим, эксперт в этой сфере. Мне нужен продюсер. Как тебе поддержка кураторов? Помогли ли тебе кураторы, помогли ли тебе эксперты? Кураторы очень часто звонят каждую неделю. Спрашивают, как дела. Ну, не ругают, конечно, но говорят, а что домашнее задание не делаете? Мотивируют там. Я просто сейчас активно онлайн-курсы продаю, занимаюсь. Вот. И продвигаю на международные рынки. И у меня иногда не хватает времени, чтобы домашнее задание делать. И самое главное, мне вот дали три месяца академический такой отпуск. Как тебе сами уроки вот именно? То есть, ну, достаточно ли они простые, там, легкие в усвоении? Уроки проходят очень легко и просто. Я это все слушаю, применяю. Такое ощущение, как будто вот мой старый такой знакомый рассказывает, как это все организовывать, делать. Вот, все хорошо, очень легко и просто. Хорошо, когда тебе упрощают тебе жизнь, бизнес-процесс. Вот. Не ругают ничего, не напрягают, общаются с тобой как друзья, все хорошо, поддерживают, помогают. Все очень легко и просто. Что ты пожелаешь ребятам, которые только стартуют и которые сомневаются, там, получится, у них онлайн-школа не получится, сколько надо денег и вообще в какой нише стартовать? Вот, что ты хочешь пожелать? Если у вас есть желание создавать онлайн-школы, дарить людям свой опыт, свои знания, вот, начинайте прямо сейчас, сейчас бархатный сезон, создавать онлайн-школы в любой сфере. Весь вот 18-й год, 19-й, 20-й год. Вот. И учитесь быть первыми во всем, потому что самое первое снимает сливки и забирает все самое лучшее. Мне вот очень нравится, когда вот наши учителя вот освещают нам дорогу и подсказывают, как правильно это все делать. И на практике вот смотрите на нас и просто повторяйте. Главное действовать, а потом уже будет видно уже, как делать, как создавать. Просто вам приобретать онлайн-курсы и действовать. У вас все получится, я вам верю, все будет хорошо. Вот как раз начинается Новый год, а на Новый год как раз вот такая энергетика волшебная, чудесная, вот мечты сбываются. Обратуйте себя, купите онлайн-курсы и создавайте свою онлайн-школу. У вас тоже все получится. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!